сегодня мы вас берем с собой в чехию мы едем можно сказать на рыбалку а вообще-то мы едем праздновать нашу розовую оловянную свадьбу 10 лет со дня нашей свадьбы у нас вот и мы решили поехать в чехию сняли там получается домик и муж будет рыбачить в общем забыл сказать то что мы едем называется вместо борок ангель борок около страж там вот нам осталось короче ехать 60 километров чё-то мы дома в принципе вообще недалеко 200 километров это конечно если по платной дороге а если бы бесплатно ехать на 100 километров почти больше мы что-то решили сократить в общем сейчас купим венгету оплатим дороги потому что потом что поедем маринбад город наверно завтра в ресторан праздновать нашу свадьбу типа вот осталось нам чуть-чуть прям совсем до границ с чехией конечно хорошо когда живешь в европе и все границы они практически рядом вот в принципе уже чехия уже въехали в чешскую республику на место нам осталось 30 километров мы сейчас туда позвонили вернее муж звонил и сказали то что ключи у нас отношу домика оставили внимание берези стараться в ресторане нам оставили ключи так как уже уже вечер как бы внимание необходима риньерка наклейка свидетельствующая уплате дорожного налога курсе курсе едем едем покупать видите предупреждают что дороги платные можно было конечно бесплатно дороге поехать вот так вот и хотели чуть осталось мы едем сейчас лошадки смотри стеши лошадки справа уточки уточки дорог переходят а вот смотрите кто там аисты по моему ну-ка ведь притормози к притормози притормози а вон смотрите на дорогу цапли или аисты по моему семейства аистов по дороге тут смотри ведь ведь тормози тормози аисты все я уже два раза погладил аисты прям как интересно да и уточку встретили и лошадок и аистов классно а вот конечно не очень да было одно вроде бы новое но это странно так оплатишь дороги а ездить будешь так вот мы уже почти приехали короче в пор через пор проехать кстати вот в нашем городе нет такого магазина пенни мне кажется мы тут ехали нам заехали с другой стороны молодец блин какой асфальт-то классная прям вообще обалдеть прям вообще балденный асфальт просто я думаю нам сырую погоду здесь очень скользко будет видно наверно несколько дней наверно положили вот только тока девочки ой сколько их тут это же вообще обалдеть как их там много стеж ты видел сколько их там много просто кишит утками обалдеть вообще я не понимаю как они там плавают Дань ты испугался что попуточек собьет о смотри какой дай дай смотри свое окошко какой паровозик чук 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 и где нам куда нам дальше аааа там хоть темно там хоть темно там хоть темно да нет что не темно просто мы с тех по лесу ехали дочь видишь тут какая железная дорога стекло конечно у нас грязное а че сделаешь надо было на заправке помыть и Вить или там не было там была по моему вода мужик с лейкой ходил ну а че мы сидели пока по поводу нет страж 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 и поймешь короче как правильно нам надо на страз вот на этот повернуть но у нас сейчас уже стась обувенивана вальха вальх 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 тает стукно много домов вот вообще ну то есть многие вообще разрушены некоторые вообще не жилые и движет фасад какой у них прям такой весь ты мне не отговаривает по-плохой я походу проехал или на его фасаду дома отстаньте после бомбежки 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 бомбежка конечно же конечно все что ты знаешь если мы будем купаться мы папе всю рыбу распугаем стеж в общем у нас раннее утро видите уже вышел на рыбалку одну удочку поставил некоторые люди не ложились такая здесь движуха с утра ну в принципе всю ночь была и с утра такое вот у нас бунгало небольшое наверное квадратов 20 я думаю но на самом деле длинная туда там сзади железная дорога проходит такой довольно красивый этот поезд ездить небольшой такой прямо один вагончик и вот тут вот уже прямо озерцо проверяющий конечно ходит проверяет здесь нельзя просто клавить нужно ангельшайн купить вот со всех у вас со всей баварии штраубинг ирланген битбург а битбург это не наверно не бавария нюрнберг сюда очень приезжает туалет вот тут вот отдельно и ресторанчик там детская комната мы сейчас пойдем сходим на рецепшен платим и пойдем посмотрим здесь озеро на котором купаются всякие домики разные большие это тоже на бунгало пока она лишь такой более прямоугольный с другой формы такие домики вот стоят же домики пустые неужели они тоже занят нам сказали что все заняты вот такие что якобы вот эти вот домики все заняты точно душ отдельный получается ну да можно на кемпинге приехать ну отсюда конечно отношу доме туда душу далековато ну как далековато скатером далековато но все равно здесь вообще домик просто на одного человека есть на двух вообще прямо малюсенький не за там квадратов не за 9 наверно а мы с той страны стеж подъезжали вот так вот лес объезжали так рецепшен же тут находится стишуль буквально сколько минут 10 мы нашли в нашем домика и вот получается вон там дальше смотри батуты и горки стеж пойдешь пойдемте туда видите туда пойдем ну сегодня что-то как-то очень сильно ветрен и это порохладный ветер такой не знаю наверное не будем купаться хотя посмотрим ну пойдете кататься на катамаранчиках то ведь плавать почему не хочу дети хотят смотрю там какие мы там все поместимся едем мы в общем сейчас в маринбад немножко там погуляем всем привет кстати не поздоровалась вот нам надо водички набрать и оплаточку пить оплаточки такие вафельки все таких очень любят спокойненько пасутся прям до пол дороги нет так проезд как странно очень и здесь стоит заправка где заправка вот лидл пожалуйста ты хотел в лидл завтра тоже не работает лидл у нас в германии завтра не работает интересно здесь работает воскресенье или нет здесь такая кукуруз большая у нас в нашем городе какая-то она вообще еще маленькая здесь прям огромное в общем нам нужна заправка это уже две заправки проскочили нам надо снова найти больше не показывает нам навигатор чтобы забрать и помещаешь такой слой асфальта вот просто представить вот сколько они сняли они уже и так смотреть подвинули значки наполовину они у них свисает ты говоришь ты тут не помещаешься никуда не наехал там просто такая дорога стешит на дядю стешит дорогу делают немножко поэтому ооо как сейчас фурту поедет интересно в направлении марианской лазне смотри с биноклем где них ухры сейчас на втором повороте поверните направо на 230 в направлении марианской лазне 9 километров осталось до маринба следуйте 6 километров . сейчас и следы далее у нас тоже такой магазин есть на лакоманской лице короче мы заехали сперва на эту заправку здесь 47.90 95 Витька говорит дорого поехали тут вот тут наверно метрах сто там еще дороже вернулись в общем обратно на эту заправку мне нравится такая погода когда вот не сильно жарко и так вроде бы не подниму ветерок конечно ведь как ты сейчас зашел на заправку акцион и это мы удачно заехали работали почему работ катать нам достижка то лишь там тетя каталась там чего я зашел спрашиваю зашел заправиться нам надо теперь как мы узнаем где-то омг или какой мв заправка назывался зашел даже слова еще не сказал откуда вот у нас на лице вот написано что мы русские уже люди и также мы тоже в германии мы уже тоже сразу увидим то есть сразу понятно что человек русскоговорящий написано этим уже в марианских лазни маринбаде уже заехали немецкий смотри немецкий украинский чешский сервис там жил российский точно там был монет не было это был не российский сервис киевский сервис доехать дальше куда-то едем здесь надо короче в центр самый вот как раз мы здесь вот наверх на смотри какой большой поток давай это человечек вообще-то стеж пошли пойдем здесь пойдем посмотрим что там осторожно пеша осторожней Вот одна из колоннад получается. Такая красотень, вообще вот так смотришь в видео, все так снимают, показывают, а вот когда вживую, вообще совсем по-другому. Мы обратили внимание сейчас, что все так смотрят на нашу тележку, вот это вот, как будто бы здесь никогда вообще таких не видели, просто, наверное, ленивый сейчас не тыкнул пальцем на нее и не показал то, что смотри, какая классная штука, это мы еще крышу не поставили. Классный? Что делала, Стеш? Эй, в кроссовках не ходи туда. О, смотри, смотри, отходи быстрей. Так, ну что, пойдем искать. Мне кажется, вон они вон там набирают, но еще где-то должно быть их много. Я даже не набираю здесь. Вон, женщина набрала. Ну тут еще их несколько, где-то еще должны быть. Может там внизу? Не могу не заснять вам эту шикарную женщину. Ну и что, хороший скульптурка. Короче, я нашла где набрать, иду с бутылкой. Вот они говорят в разных местах, то есть она разная по составу вода. Ну там вот какое-то отличие все-таки есть. Я вот хочу попробовать сейчас с разных, у меня несколько бутылочек. Я вот хочу с разных набрать и попробовать. Вот, кстати, Рудольфов Прамон написано. И вот здесь вот написано, что, чего, сколько содержания. Ну что, попробуем сейчас. Я нашла только два источника, не стала уже больше искать. Во-первых, у нас нет интернета, чего-то. Вот, короче, я нашла два источника. Один Каролина Spring, то есть вода, а второй, как он сказал, ведь фритрих что-то какой-то, да? Вот, короче, вот, которая маленькую бутылочку набрала. Это, он сказал, от заболеваний живота. Нужно пить перед приемом пищи обязательно. Не после, не во время, а перед. Стаканчик выпивать. И вот он показал прям бутылку немец. Они постоянно здесь набирают. Вернее, они чехи, да, но по-немецки разговаривают. И на бутылке прям такой слой ржавчины. Он говорит, постоянно вот одна и та же у него бутылка, на ней просто огромный слой ржавчины. Ну и правда, вот я со второго источника купила. У меня сейчас во рту такое ощущение, как будто я просто, не знаю, металл облизывала или что-то такое, не знаю. Наверное, такой сильно металлический привкус. Вот. Сейчас мы еще в одно место сходим, купим, наверное, где-то оплатки, если найдем и поедем назад на кемпинг, потому что нужно еще успеть немножко порыбачить на вечернюю зорьку, так сказать. Вот. И поедем назад. Продавец уезжает, закрыла магазин с оплаточками. Ну ладно, мы, может, где-то еще найдем. Нам вот курить нельзя сейчас. Видите, здесь покурит, и мы пойдем, да? Поснимаем вам быстренько, что такое оплатки. Вот мне они очень нравятся. Они внутри могут без начинки быть, а могут с начинкой. Вот я люблю с начиночкой. Я брала себе вот такие вот беленькие. Очень вкусные с ореховой начинкой. Это вот ванильный тоже брала. Но мне не очень понравились ванильные. Какао. Ну, короче, здесь много вкусов. 9 крон стоит одна штучка. Но упаковка, наверное, тоже стоит подороже. Стой, стой, стой! Очень красиво, конечно, здесь в Мариенбаде. Мы, конечно же, не везде побыли. Времени мало у нас. Уже вечер. Ну, между прочим, парковка у нас оплачена почти до 10 часов утра следующего дня. То есть до завтра до 10 утра. Ну, мы уже завтра, конечно, не приедем, а... Туда? Как интересно, да, вверх еще троллейбус едет вообще, да? Видите? Там, в общем, фонтан вот, на котором мы были. Он, оказывается, музыкальный. Сейчас вот мы уходили как раз на там это, танцующий и музыкальный фонтан. Но мы уже туда не пойдем. Стеш, мы сейчас поедем в ресторанчик. Все-таки папа решил поехать в ресторанчик. Вот. И там покушаем. Вообще-то, мы думали, как... Или поехать лучше сейчас рыбку половить, или поехать в ресторан. Поедем, наверное, в ресторан покушаем. Хотя кушать мы, конечно... Кушать мы, конечно, не очень хотим. Я... Не, ну дети хотят, во-первых. Я-то не очень хочу после этой водички. Чуть мне как-то вообще аппетит пропал. Ну, если честно, вообще не смешно. Приехали мы в ресторанчик. В какой хотели. Находится он в скале. Такой старинный ресторан. Здесь очень хорошее пиво. Они, между прочим, сами здесь производят его. Это ходовар. А я хочу попробовать зеленое пиво. Я ради этого сюда приехала. Вот. Сейчас пойдем пробовать. Смотри, сколько там копеечек. На счастье, Стеш. Что, пойдем? Ха-ха-ха-ха. Да нет, пойдем. Айда. Да нет. Смотри, а то сейчас споткнется. Ха-ха-ха. 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 Вот это вода. Нормально. Ничего тут не страшно. Холодно только, если честно. А пол еще такой вот непонятная какая-то плитка такая. Блин, тут реально холодно, короче. В жаркую погоду прям самое то. Это бочечки с пивом. Не высоко? А боже, наш все съел. Осталось чуть-чуть пива, да? Все. Дети уже пьяные от сока, да? Ну-ка спойте еще раз. Ах, Артунай, папа. А ну-ка, элефант спой. Элефант спой. Элефант спой. Ком-гер-а-ан-тран-тран Ком-гер-а-ан-тран Повай-ан-тран Уссен. Покажи, что взял то? Пиво. Зеленого. Короче, мы взяли три бутылки зеленого пива. Они в шоке. Мы говорим, сколько стоит стаканчика? Ну, говорит, 50 крон. Один стаканчик, от которого мы пили. А в этой бутылке три стакана. Мы говорим, давай нам три бутылки. У них такие глаза были. Ну просто реально очень вкусное пиво, нам понравилось. Сейчас Витя будет делать самое популярное фото с девушкой. Коньяка-маньяка? Ну все, мы сегодня в последний день здесь, да, сынок? Папа, век от тебя ушел? Считай, ты меня спрашивал, сколько там утят? Четыре, ну у нее было штук восемь их, наверное, вчера. Может и другие. Четыре, да, их, Стешуль? Четыре цыплонов. Утенков. Да, утенков. Утят. А мама такая строгая. Мама такая строгая, да, Стеш? Строгая. А вон он тут застал. Нет, это там на другом озере, мы сейчас пойдем туда, Стешуль. А какой-то круг соседей, Вану. Какой вообще застрял? Как он застрял, запутался в этой траве. Да, Стеш, там же... А какой запутался? А? А какой запутался? Ногой запутался. А какой ученок запутался? Я не знаю, откуда я знаю, они все одинаковые, Стеш. Ты меня так спрашиваешь. Стеш, ты будешь рыбку опускать, да? Покажи свою рыбку, подожди, покажи. Даня посмотрит рыбку твою. Ой, ой, ой. Данечка, смотри. Стива сказала, рыбка, ты загадай желание, загадай тебе, Даня, желание. Я хочу. Не, про себя, про себя. Даня, загадай желание. Что ты хочешь? Загадала. Все, пускай. Вот, все. Спасибо. Все, уезжаем мы с этого места. Поедем домой. Такое вот озерцо. Около озеро Домики. Все, сейчас мы уже выезжаем на автобан, по-моему, да, на пятерку. Как-то быстро мы отсюда выехали, нам навигатор что-то сегодня сократил дорогу. Давай на 198. На 198, потом на пятерку. Вот мы едем, удивляемся. Вот дорожка узкая, да, то есть справа с левой стороны, привет, можно сказать. И нет ни одного кармана, как бы, нет ни одной парковочной, как бы, остановки. Вот так вот, если, например, сломается машина, то есть на дороге. Это не очень практично, скажем так. У них как по Германии едешь, и вроде бы и дороги, ну, в некоторых местах пошире. И везде часто встречаются такие специальные аварийные карманы, там, или парковочные карманы, я не знаю. А здесь, ну, сейчас мы здесь, например, читаем, что и принадлежит эту дорогу. Поверните направо на 2-5 в направлении розоводов. Вот один заезд есть, и то непонятно куда влез. Вот. В общем, хорошо мы отдохнули, в принципе, и рыбку половили, и для детей там много развлечений. Сейчас поверните направо на 2-5 в направлении розоводов. Внимание! Необходима виньерка-наклейка, свидетельствующая об уплате дорожного налога. Следует искал 34 километра по той же дороге. Все, что вы. Она предупреждает, что по дорогам нужно платить. Ну, у нас все оплачено, в принципе. Сейчас ничего на стекла уже не клеят, сейчас все в электронном виде. Вот, кстати, я хотела сказать, мы сейчас заезжали вот от нашего кемпинга, и прямо, ну, может, в метрах в 50, и еще рядом другой кемпинг. Там домики такие двухэтажные, деревянные, красивые. И мы узнавали, сколько там стоит. То есть они прямо вот, прямо вот на берегу озера. Ну, в принципе, тоже можно сказать, около озера были. Но это прямо вот, на берегу прям. И пирс такой есть, где можно рыбку половить. Короче, нам сказали, что на неделю там стоит, в доме 300 с чем-то евро на неделю. Ну, а там разница в чем, что там у них есть туалет и душ, то есть вода, все как бы в домике. Вот. А у нас здесь все это в общей территории. Душ, туалет, и за водой тоже надо выходить, в общем, из Бургала. Ну, ничего, вернуться можно еще раз, в принципе. Теперь мы уже знаем многое, какие там нюансы и что. Может, в следующий раз, может быть, вернемся опять. Ну, я не осталась без оплаточек. Купила себе, сейчас зашла на заправки. Конечно, на заправки подороже немножко, чем если бы я где-то там магазин купила. Ну, ладно. 80 крона, одна пачка стоит. Таким-то, ореховая паста на три. Ну, вкусные и просто шоколадные. Сколько их тут штук, интересно, вообще? 200 грамм. По 50 грамм, да? По 7 грамм. Тут написано, наверное, одна вроде бы штука. Ну, окей. Нам понравилось, в принципе, нормально. Для детей там есть чем заняться. Вот. Единственное, что не искупались мы, потому что вчера были волны. Вот. А сегодня что-то как-то прохладно. Там все-таки это такое местоположение в лесу. Ну, ничего страшного. На даче сейчас на бассейне искупаемся. Так что, в общем, всем пока. Жду от вас лайки и подписку. Все. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok